Но между тем, проблемы жилищных строительных кооперативов то и дело всплывают в СМИ, причем в самых разных регионах. И нередко подобные споры удается разрешить только в суде. О самых громких из них готова рассказать Екатерина Киселева. Быть участником долевого строительства все равно, что играть в русскую рулетку. Шансов на выигрыш примерно столько же. Причем, как выяснилось, от фиаско не застрахованы ни ВИПы, ни ученые, что уж говорить о рядовых гражданах. Например, в Свердловской области застройщики из ЖСК оставили у разбитого корыта весьма влиятельных клиентов. Пикантность ситуации в том, что речь идет о ВИП-объекте правительственной дачи, которые должны были появиться в губернаторском поселке. Однако дачи построены не были, а руководство ЖСК присвоило средства пайщиков. Это, внимание, 29 миллионов рублей. По факту в срочном порядке возбудили уголовное дело. В центре следующего жилищного скандала, сами того не желая, оказались ученые. В Екатеринбурге сотни человек купили квартиры в жилищном комплексе. Оказалось, что их собственность уже обещана застройщиком Уральскому отделению Российской Академии Наук в уплату долга. Квартиры оказались под арестом. Жилье невозможно оформить в собственности прописаться. Многие жильцы случайно узнали о том, что живут не в своих квартирах. Некоторые уже после того, как сделали ремонт. В Тольятти пайщики ЖСК «Жасминдом» вообще пробуют доказать, что строительному кооперативу подыгрывают на самом высоком уровне. После нескольких лет судебных чтяж с руководством ЖСК активисты заметили, что с каким бы исками они ни обращались, в отношении Жасминдома все дела, как правило, попадают к одним и тем же судьям. А дальше все решения почему-то синхронно принимаются в пользу руководства ЖСК. Дольщиков услышали, трех судей, подозрительно часто фигурировавших в делах кооператива, проверяют на беспристрастность и коррупционную составляющую. Впрочем, зачем ходить за примерами так далеко, если их хватает и под носом? Оренбуржцы надеются, что найти управу, но скандально известный ЖСК «Молодежный» им поможет сам президент. Пайщики, пострадавшие от недобросовестных застройщиков, составили коллективную жалобу и направили ее адресату. Напомним, в 2014 и 2015 годах оренбуржцы заключили договоры о членстве в ЖСК. Внесли в кассу денежные средства на строительство многоквартирных жилых домов в пригородном, Неженке, Весеннем и Подгородней Покровке. Многие объекты недвижимости до сих пор не введены в эксплуатацию. Договоры с пайщиками частично расторгнуты. Денежные средства людям не возвращают. Так что, несмотря на, казалось бы, пристальное внимание высшего эшелона власти к судьбам дольщиков в нашей стране, судьбы эти по-прежнему драматичны.